Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня немного такое видео. Это вот запись сейчас с телефона происходит. Пару дней назад в Инстаграм мне попался пост от паблика «Звезда на звезде». И уже пару дней я об этом думаю. Все, думал записывать видео или не записывать. Решил все-таки записать. Смотрите, что они пишут. Лариса Долина считает глупой теорию о том, что представительницам прекрасного пола не нужен мужчина. По ее мнению, каждая женщина мечтает быть любимой, а путь феминизма ненормален. Считаю, что все эти разговоры не только разговоры. Участницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить, заявила она. Но это как бы мне столь неинтересно, что меня заинтересовало. Высказывание артистки не оставила без внимания 62-летняя Мария Арбатова. Такие заявления, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Лариса Долина человек, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины. И от нее такие слова странно услышать. Негодовала она. То есть, Мария Арбатова высказала свое мнение, что она не согласна с Ларисой Долиной. Кстати, по поводу того, кто такая Мария Арбатова. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит Мария Арбатова, если вы забыли или не знали. Я думаю, каждый знает эту писательницу. Так вот, получается, что Мария Ивановна, в принципе, уважает Ларису Долину и подлезала ей, как могла, но чтобы ее не обидеть. Но она задела целый слой общества, за которое я хотел бы заступиться. Потому что я никому не позволю никогда обижать жителей деревень. Простите меня, это что за слова такие, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки? Мария Ивановна, вы откуда знаете, что в селах люди не читают книг? А ничего, что коров нужно доить в 4 утра вставать? И вообще, что это за слова такие, то есть, словно жители сел-деревень, какие-то недалекие, по мнению Марии Ивановны Арбатовой, получается? Почему Мария считает, что жители сел недалекие? Мария Ивановна, вас кто-то обидел? Может быть, доярка какая-то обидела? Или в чистом поле скотник какой изнасиловать пытался? Откуда у вас такая нелюбовь к жителям деревни? А ничего, что благодаря этим же самым дояркам, скотникам, комбайнерам, трактористам, у вас есть что есть? Простите за тавтологию. То есть, товары первой необходимости, продукты питания, что нужно человеку? Воздух, вода и продукты питания, то без чего человек жить не сможет. Откуда, по вашему мнению, в городских квартирах на столах берутся продукты питания? Из магазинов, скажете вы? А как они поступают в эти магазины? Кто производит молоко, мясо? Это что вообще? То есть, я просто в шоке от этих слов. Что? Ну, то есть, я не могу сейчас передать свои эмоции негодования. Я говорю, я несколько дней думал о том, что записывать это видео или не записывать. Пожалуйста, уважайте жителей сел и деревень. Это те люди, благодаря которым, собственно, живут все. Экономика рушится, но продукты питания у нас есть. Особенно вот сейчас, в это время, я думаю, многие оценили, что жизнь в селе это, наверное, рай. По сравнению с жизнью в городе. Здесь, к сожалению, не ставится на паузу и монтировать мне не хочется. Ну, так вот, к чему я? Я поискал в интернете координаты и очень хотел связаться с Марией Ивановной, спросить, откуда у нее нелюбовь. А самое главное, ладно, там дело, любовь-не любовь. Неуважение к жителям деревень. Откуда такие знания, что люди, доящие коров, не прочитали ни одной книги? Я даю коров. И коз даю. И я прочитал столько книг, сколько, возможно, Марии Ивановне даже и не снилось. Но я не нашел ее координаты в интернете. Если у кого-то есть, напишите мне на электронную почту. Либо давайте воспользуемся правилом шести рукопожатий. То есть, есть такое правило, что через шесть рукопожатий мы все друг с другом знакомы. Но для этого нужно поделиться этим видео на своих страничках. Может быть, кто-то из ваших друзей, знакомых или их знакомых, окажется, знает координаты. Я бы очень хотел написать, спросить, почему? Почему такое неуважение? То есть, хотела она ответить к Ларисе Долиной. При этом, в своем высказывании Ларису Долину, как могла, хвалила, что этот человек тот, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчин и так далее. Меня вот эти феминистские движения вообще как бы не интересуют. Это не ко мне. Политика там, все вот это, вот это, пожалуйста, не ко мне. Меня задело отношение к людям деревень. Я родился и вырос в деревне. Я знаю очень много людей, которые из города переехали в деревню и счастливы от того, что они переехали. В принципе, по роду своей деятельности я общаюсь преимущественно с жителями деревень и сел. Это, я считаю, что мой круг общения, это прекраснейший круг общения. Это интеллектуальные, интересные люди с жизненным опытом, с большим багажом знаний, как правило, эти люди. Это добрые, при этом еще и открытые. Как так можно относиться? Я вообще, то есть, как бы хотела она, значит, одной ответить. Жестко, видимо, да, при этом, как могла, расхвалив ее. Если у вас там какие-то свои терки по поводу феминизма, вы, пожалуйста, нас не впутывайте. Мы работаем, мы доим коров, кормим свиней, пашем поля, сажаем картошку, чтобы у вас потом были продукты питания на столах. Это все, что я хотел сказать. Два дня собирался с мыслями. Думаю, теперь меня отпустят. Мне станет полезно от того, что я высказался. Я тут даже и в комментарии уже написал, по сути, в тот же день, то есть, вот два дня назад, что, то есть, по мнению Марии Арбатовой, люди, которые живут в селах, которые доят коров и пашут поля, чтобы у всех остальных была еда на столах, это люди недалекие. Ну и здесь я тоже попросил, вот, чтобы дали номер телефона, то есть, кто знает номер телефона или адрес электронной почты Марии, напишите, пожалуйста, мне в директ. Или директ, как правильно. Я же из села, я же не знаю, как правильно, да? А мне есть, что сказать этой женщине. Ну и тут, видите, уже 72 отметки, мне нравится, пожалуй, большее количество, то есть, и комментарии, люди со мной согласны. Так что, спасибо вам за внимание. Замечательная фотка Ларисы Долиной. Ларису Долину-то все мы точно уж знаем. И до встречи завтра в моем новом видео. Хорошего всем вечера, друзья. Напишите свое мнение по поводу высказывания в комментариях. Мне будет интересно почитать, солидарны вы со мной или нет. Или все-таки жители деревень действительно такие прям вот люди, ну просто, ну отстойные, да? Вот у нас звезды отечественного шоу-бизнеса, это какая-то элита получается, да? А остальные это не элита. Откуда вообще взялось это слово элита и не элита? Есть хороший человек и нехороший человек. И не важно, к какому сословию он принадлежит, мое мнение.